Я рада приветствовать вас на своем канале, с вами Наталья Петрова и мои покупки по 12 каталогу Фуберлик. Начну пока с сумки. У нас в коллекции Анималиста, помимо одежды, еще представлен вот такой аксессуар. Она вот не коричневая даже, не серая, а вот что-то среднее, такой вот бежево-серо-сиреневый, даже немножечко здесь есть оттенок, и темно-сиреневый, такой темно-коричнево-сиреневый, такой вот, в общем-то, интересный цвет. Единственное, что вот она довольно мятая приходит и с запахом, но сумка вместительная, вот ее ширина, да, почти на мою ладонь, такая вот большая. Здесь четыре ножки и внутри одно отделение. У сумки есть ручки, просто чтобы носить в руках или можно даже на плечо, то есть будет вполне удобно. И есть длинная ручка на цепочке. Я ее, правда, еще не развязывала, потому что я не решила, буду ли ее оставлять. Здесь вот, несмотря на кажущуюся такую вот высоту большую, да, на самом деле часть высоты просто вот съедается за счет того, что молния внутри, сильно внутри, не сверху, да. Но, в принципе, да, вот много съедается, прям несколько сантиметров. Вот такое внутри большое отделение свободное и в нем с боков есть вот кармашки. Один на молнии большой, прям действительно очень большой и с другой стороны просто два кармана открытых, но они тоже довольно глубокие, то есть у меня туда вот ладонь влезает. Вот такая сумка закрывается на молнии и поэтому уже хорошо, то есть почти туда не будут попадать осадки. Хотя, конечно, вот есть большие такие вот с боков щели, туда все-таки может что-то попасть. Вот я люблю, когда сумка закрывается прям вот до упора. На замочке есть надпись Фаберлип и вот так вот я надеюсь, что я вам могу передать ее цвет. Во всяком случае, я сейчас вижу оригинально. Полууретан. Это не кожа и не эко-кожа. Так на ощупь, конечно, немножечко резину даже напоминает. Запах, не знаю, когда пролетрится, действительно не очень приятный. Но так вот она вместительная. В принципе, можно, как мне кажется, ходить с ней за заказами или раздавать заказы, да. То есть не такой прям какой-то супер женственный праздничный аксессуар, а вот именно такой рабочий, может быть, как рабочий. Следующие мои покупки уже косметика. Из того, что новинки, я приобрела зубную пасту. Это у нас травы, лечебные травы. Артикул пасты 2255. Красиво идет в серебристой такой металлизированной коробочке. И вот она сама вот так выглядит. Это паста зелененькая. У нее такой нежно-зеленый цвет. Без вкраплений она. Это хорошо. А вот аромат здесь нарисованы, написано вернее, зверобой, ромашка и ван-чай. Вот он кажется немножечко мятным. Вот с таким каким-то аптечно-стоматологическим привкусом, который, наверное, дают как раз эти травки. Но освежает, нормально, чистит хорошо, пенится средне. В целом восторгов не вызвало. Лично я для себя, наверное, повторять не буду. Хотя симпатично оформлено. Мне нравятся вот эти наши тюбики, которые сами по себе стоят. И удобно их открывать, до щелчка закрывается. Не надо делать много оборотов. В принципе, вот удобно. Но немножечко вот эти травы мне как-то вот лечебное что-то напоминает. Следующая покупка. Это тональный крем. Матирующий тональный крем. Заказала его до того, как увидела, что у нас будет DD крем в серии Skyline. Ну, ничего страшного. Здесь 25 мл. Я взяла самый темный оттенок. Когда я впервые купила этот крем, он был у меня средний. И на лице практически белый. Ну, вот мне это не очень подходило. 62,71 я взяла самый темный. И мне кажется, что вот этот оттенок уже мне по цвету кожи больше подходит. Вот он у меня сегодня на лице. И поверх него пудра рассыпчатая серия Secret Story. Мне нравится в этом креме то, что он дает матовый финиш. Он довольно туговато распределяется. Такой вот как бы резиновый. Ну, не резиновый, конечно, а как такой вот, даже можно сказать, крем-суфле. То есть он не жидкий, да, а вот очень довольно приятный. Вот, видите, рука уже не блестит. И, в принципе, вот по коже, по тону кожи, ну, мне понравилось. То есть на лицо я его нанесла. И спустя несколько минут уже вот прям никакого эффекта маски, да, матовый такой финиш. Чуть припудренный, да, бархатный эффект. И в целом вот сравнялся. То есть нет такого вот откровенно заметного крема. Безупречный матовый, да, стойкое покрытие, эластичный сводный баланс, рельеф, увлажняет, питает. Хороший крем. Вот. Ну, надеюсь, что DD будет еще лучше. Конечно же, обязательно закажу, но этим буду пользоваться. То есть кто хочет матовый финиш, то вот сюда. И еще у этого крема действительно светлые оттенки. Потому что я взяла самый темный, и он все равно, видите, светлый. То есть здесь такой вот розоватый подтон без желтизны мне понравился. Дальше я взяла помаду серии Secret Story, как она называется, не помню. Ну, в общем, которая у нас помада Бальзам. Я не брала другие оттенки, потому что мне они не подошли, у меня были все пробники. А красную я планировала купить. И вот поскольку у меня буквально на днях сломалась из первой серии, с такой серенькой, секрет, красная помада прям полностью под корень. Ну, я ее выбросила и заказала вот эту. Артикул 43.020. В пробнике она мне понравилась. Но, в принципе, в пробнике и здесь было заметно. То есть цвет, конечно, красный красивый, но в нем есть такие, как бы, шиммер такой небольшой, немножко. Он не ощутим, но заметен золотистый мелкий шиммер. Это, конечно, не очень хорошо. Но он не бросается в глаза. Его вот так-то, конечно, не видно. Он вот на солнышке только заметно переливается. В целом, красный оттенок. Но я сейчас настолько полюбила вот наши полуматовые. Они как бы вельветовые такие. Они очень красивые. Хотела тоже заказать красный, но почему-то в заказе не оказалось. То ли забыла, то ли что-то напутала. Так что пока у меня только одна красная помада от Faberlic. Вот. И она довольно жирновата. То есть для лета я ее пока не использую. Может быть, зимой она будет то, что надо. Сейчас я вот настолько прям к этой матовой ягодной прикипела, что ничего другого и не хочется. Так. По купонам я взяла интимное средство. Средство для интимной гигиены 1640. Вот у меня спрашивали, какие выгодно сделать покупки по купонам. Вот это вот как раз одно из тех выгодных средств, которые... Ну вот для средства интимной гигиены, может быть, оно чуть дороговато кажется. А по купону просто отличная цена получается. Это средство я использую постоянно. Это мой мастхэв. Дальше я взяла спрей для воздуха. Антитабак мне больше всего полюбился. Поэтому я взяла тоже парочку. По купонам это вышло очень выгодно. 11,229. Потому что они у меня быстро расходуются. Я взяла два. Кислородное сияние. Пенка тоже по купону. Мне она очень нравится. Они у меня всегда есть. Она и Гардерика. Вот их две я использую постоянно. И как раз я посмотрела, что у меня заканчивается последнее. И взяла еще одну. 0,232. Тоже рекомендую. Прекрасный продукт для всех типов кожи. Но макияж с глаз я снимаю гелем от Сингара. Тоже его взяла по купону по выгодной цене. 20,122. Очень деликатный. И может тоже использоваться для всех типов кожи. И для глаз, и для лица. И может не смываться. Это очень удобно. И лицо абсолютно не дискомфортен. А вот для себя. Из того, что я еще, наверное, даже и не пробовала. Ну вот нашла я молочко Юный Асмантус. Я говорила о том, что у нас какие-то все время для тела крем-масло. Такие плотные текстуры. И вот я нашла молочко Юный Асмантус. Сегодня я им воспользовалась сразу после геля Дикая Африка. Очень мне аромат этого геля понравился. Я с ним познакомилась на АП еще пару недель назад. И сейчас по акции заказала. Взяла две штучки. Думаю, что еще парочку закажу. Потому что цена смешная. Аромат потрясающий. Мне действительно очень понравилось. После него нанесла вот это молочко. Хорошо вместе сочетаются. Поскольку гель, аромат еще сохраняется на коже какое-то время. При нанесении с Асмантусом они, естественно, смешиваются. И получился тоже довольно приятный коктейль. Молочко нежное. Хорошо по коже распределяется. Здесь обещает эффект бархата. Но действительно кожа моей понравилась. И вот сейчас я чувствую, что хорошее дает увлажнение. Здесь прям супер увлажнение обещали. Длительное сохранение влаги. Но сейчас прошло только несколько часов. Но даже я смотрю по локтям. Это у меня такая довольно проблемная летом особенно зона. Когда постоянно сухо, что локоть у него все время на столе. Абсолютно гладкий, приятный. И вот молочко мне, в общем-то, понравилось. Я, наверное, еще закажу. Распределяется очень хорошо. В принципе, даже экономно будет расходоваться. Потому что я поняла, что когда я нанесла много, как я привыкла. Впитывалось долго. Ну, как бы распределялось на большой участок. Небольшое количество крема распределялось. На довольно большой участок кожи. И вот мне комфортно. Видите, он еще не сразу впитался. Потому что его много. Его нужно наносить гораздо меньше. Аромат этот хороший. Мне нравится. И, пожалуй, пока вот сейчас я для себя остановлюсь именно на этом молочке. Потому что, в отличие от крема масла, на лето эта текстура гораздо приятнее. И аромат такой нежный тоже хороший. Прям освежает кожу. Чувствуется прям сразу увлажнение. В отличие от той руки, на которую не нанесено. Очень приятно. Поэтому вот сейчас у меня будут вот такие средства для ухода, для гигиены. Вот этот гель и молочко Асмантус. Что же, благодарю за внимание. Всем приятных покупок, отличного настроения. Буду рада комментариям и лайкам. Увидимся в следующих видео. С вами была Наталья Петрова. Пока-пока.